Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Это вообще рай. Это квартира, это просто, я не знаю, я, наверное, родилась, буду жить. 50 лет прожили, знаете, вышла со строя полностью, но уже там невозможно было быть. Вода подтякала, стены стали сырые, полы шатаются, подмостники разборились, там критическое положение. У каждой семьи свои житчевые приоритеты, але уласное комфортное жилье, напевно, во всех на пеших местах. С другого боку, жилье – это будучая региона. При его наявности люди будут заставаться на этих территориях, створать семьи и працевать. Неопочнюю чергу по этой причине открытие нового жилого дома у городским поселку Уваровича проходить во врачистые обстановки с концертными номерами и переразанием червоной стушки. Большинство людей, которые проживали в аварийном и ветхом жилье, сегодня уже получили и имеют возможность жить в комфортном современном жилье. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадио-компания «Гомель», Будакошалевский район. Сегодня у Гомеля уведенный эксплуатацию объект 40-годовой историей. После реконструкции открылся пешеходный путепровод над Белецким спуском. Светками подеи стали представники Улады, жихары и гости города. История Гомельского парка наличия около 200-х годов. Зараз эпоха минулого тут объединяется с сучасностью. Обличие парку сбогачается новыми объектами. Широк обновлением протягнула реконструкция моста над Белецким спуском. Пешеходный путепровод был взведен и 40-х годов тому. Зараз ее натримал другое народжение. Раньше мост был на опорах. Опоры, как видите, были убраны. Что еще больше открыла Белецкий спуск, для того, чтобы граждане могли спокойно спускаться и любоваться красотами нашего дворцового парка, ансамбля, парка, набережный. Когда этот спуск назывался Боярским, за 40-х годов эксплуатации его стан похорчивался. Металличная конструкция пришла в непригодность. Четыре года тому было принято решение об его закрытии. Сегодня мост снова сустраил своих пешеходов. Должение пешеходного путепровода склады амаль 60 метров, шириня 3 метры. На его реконструкцию спотребилось больше 8 миллиардов рублей. Эти сродки были выделены из областного бюджета. Этот мост можно назвать таким объектом интересным, потому что он очень выполнен в такой конфигурации, необычной. Ночью он будет освещен оригинальной подсветкой, поэтому он как дополнительный туристический объект. Все лето уже адрестаурованы киевские замковые спуски. Открыта новая набережная. В худким часе будет увидена в эксплуатацию оглядная вежа. На черзе каплица поховальня князя Упаскевича. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Гомельский державный профессионно-техничный колец кулинары отзначает 55-годовый юбилей. На протягу всех историй своего иснования эта установа неодноразово признавалась лепшей в городе и в области. Гомельский колец кулинары створены 2-го листопада 1960-х года. Правда, тогда он размещался у иншим будинку и рыхтовал только поваров. Сейчас выпускники этой установы працуют практически во всех предприемствах громадских охарчеваний региона. У темлику на кирующих посадах. В 80-х годах тут рыхтовали специалистов для кондитерской фабрики «Спартак» и гомельских хлебозаводов. Об узровне под рыхтовки навученцев можно мерковать по тем факте, что колец кулинары – неодноразовый переможец и призер областных и республиканских конкурсов профессийного майстерства. Сегодня у колледжа рыхтуют поваров, кондитеров и кулинаров со стопроцентной гарантой праца уладкования. У нас стопроцентное трудоустройство. Все выпускники, которые оканчивают нас полный курс обучения, трудоустраиваются в специальности. И заявок у нас всегда гораздо больше, чем мы можем поставить специалистов на рынок труда. До инших тем. Гомельские школьницы выратывали от огню целую вёску. Пятиклассница Адрияна Романькова разом сяброукой Лерой Щогалевой потушили подпаленное поле. У момент надзвычайного здарения на заклик детей об допомозе жихары населенного пункта Рэбки нияк не адреаговали. Никто с дорослых школьницам не поверил. Не чекаючи подмоги, девчонки кинулись тушить огонь самостойно. Как справиться со стыхией, дети нагружали в опротку песок и носили у места сгорания. Я когда тушила, я не знаю, что со мной было, но я тушила это всё быстро. Я бегала, у меня были кеды, я бегала прям по углям. Мне уже было и не больно, и ничего, я уже быстрее хотела подушить этот пожар. Я думаю, что надо не проходить мимо и всегда помогать всем и всему. Як означают специалисты МНС, подобные выпадки худшие выключения. Частей за все люди проходят мимо. И пожары, кеще можно потушить шклянкой воды, приводить до трагедии. На примере героизма ребёнка хотелось бы обратиться к взрослым, к родителям. Напоминайте правила поведения детей в аналогичных ситуациях. Сами не оставайтесь равнодушными. Обращайте внимание. У першини у Гомеля открылась выстава самых знакомитых испанских мостаков Сальвадора Дали и Пабло Пикассо. Уже хороу и гостей областного центра заявилась уникальная макшимость оцениться, поставить и наткнуться творчостью одразу двух гений у Сусветного Мостатства. Наши корреспонденты одними из первых скоростейся этим редким шансом. Выстава скульптуры, керамики и графики Сальвадора Дали и Пабло Пикассо заняла амаль усе залы картины галереи Гаврила Вашчанки. Убачить экспозицию в таком масштабном объёме – уникальная макшимость для гомельчан. Усе представленные тут шедевры сучасного Сусветного Мостатства – властность российского коллекционера Александра Шадрина. Он особисто присутничал на открытии выставам. Дареши для коллекционера – это традиция. Он с особливым тропятанием и бережливостью ставится до каждого особного экспоната, небы это живое дитя. У меня сердце кровью обливается, потому что представьте, что вы своего ребёнка замуровали в ящик и отправили куда-то. Это работы, а это мои дети. Я к ним отношусь. Почему я их сам распаковываю, сам запаковываю? Мне даже тяжело подумать, что кто-то будет мои работы лапать своими руками. Запаковываю и распаковываю, я только сам, сразу говорю. Для меня эта тема неприкосновенная. На выставе представлено больше за 100 графичных работ и скульптур Сальвадора Далим. Жанчина у Агни, сюрреалистичная кветки, триумфальный слон, человечая загана и многое иншее. Творшая спадча на Пикассо – это 10 графичных и 30 керамичных работ, где выявы людей и живёл, мифичные фауны, минотауры, быки и сцены корыды знайшли своё место на блюдах-избанах. У силу своей неординарности, а часам и эксцентричности, яны наводят наведвальников на самые розные думки, разважания и эмоции. Вот эти знаменитые его ящички. Никому не секрет, что это сюрреализм и фантастические, бредовые, так скажем, идеи. И в его работах есть женщина с ящичками, скульптура, картины. И вот у меня такое впечатление сложилось, что он открывает этот ящичек, туда идеи какие-то идут, он их закрыл, они приварились, и он это выплеснул в своих работах. Коллекция «Дразу двух ени» у сучастного сусветного мастатства формировалась больше за 10 годов. Многие предметы были набыты коллекционерам у Парижском музее Сальвадора-Далей на знакомитых аукционах и у галереях Европы. Представленные у Гомель экспонаты оцениваются у некольки миллионов долларов США. Однако их куда больше масштабной азначной заключается у культурном аспекте. У России эта коллекция объявлена национальным сдобытком. Вероника Ворошилина, Катерина Сапельникова, Валерий Гапаньком, телерадиокомпания «Гомель». Белорусский шансоневич Слав Корса отправился с гастролями по Гомельской области. Его новую программу уже убачили у двух городах. 20 песеней, у которых собраны музычно-пайтичные идеи, за почню 400 годов, написанные у стиле эстрадного лиричного шансона. Свой творчий шлях музыкант начал больше 25 лет тому. Весь этот час его с подорожником был гомельский саксофонист Иван Мурашко, с которыми он сейчас делит сцену и в дуэте выполняет композиции. Минулый год принес Вячеславу звание лауреата фестивалю на хвалі шансона, присвеченного памяти Михаила Круга. Не меньше плённым для музыканта стал и гэтый год. Написаны шерох хитов, які лягли у основу новой программы. Сегодня Вячеслав совмещает деятельность композитора, аранжировщика, гитариста и выкладчика музыки. Найбольший уплыв на его, как музыканта, оказали такие выканавцы, как Юрий Антонов и Сергей Трофимов. В моём понимании шансон – это лилическая душевная песня. И один из великих русских шансонем, мне кажется, был Булата Куржава. Да, это шансон, но я тяготюваю к шансону классическому, в понимании, скажем, международному. Найближайший концерт гастрольного тура отбудется 13 листопада у Жлобине. 20 листопада новую программу оценять Жихары Брагина. А одразу на наступный день творы музыканта захучать у тера хоуцы. У графику артыста таксама запланованы концерты у Буды Кашалёве, Кармей и у посёлку Октябрьске. Я в спорте. Жанучшая команда гандбольного клуба «Гомель» рыхтуется до отказной гульни супраць чемпиона БНТУ «Белас». Матч отбудется у ближайшую неделю у Гомельским палаце гульнявых видов спорту. Гэта гульня подведе рысу под першим кругом першого этапа чемпионата Беларуси и вызначить лидера. Обе две команды пакули дуть без пораженнел. Широ кажучи, у Беларуси им соперника у Няма. У минулым сезоннями на Вита Гомель и БНТУ аспрэчевали галонные трофеи краины, кубок и чемпионства. А тому все попередние гульни у чемпионате для команд подрыхтолка до галонного матчу. Соперники добрознаёмы один одному, тренерский штаб Гомеля не хавая. Есть певные кадровые проблемы, а там усталка на тактичные сюрпрызы. Гомельчанки поспробуют сдевить БНТУ. Сдём очень долго. Это такой день икс, можно сказать, для нас, для всех. Готовимся усиленно. Знаем её сильные стороны, слабые, как говорится, ищем. Ну и вот эти все, если это всё сложить, будем искать момент, в котором сможем обыграть. Недельный матч станет соправдной падеей. Организаторы подрыхтовали для болельщиков шмат сюрпризов, шоу-программу, розыгрыши призов и иншее. А кроме якосного гандбола и бескомпромиссной боротьбы, это еще одна нагода пройти у 15 годин у Палац Гульнявых Видавспорту и подтримать гомельчанок. И это была пошная информация о выпуске. У студии працавала Наталья Игнатенко. Удалих вам выходных днём. И до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин